Здравствуйте! Это выпуск новостей на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов и короткий небольшой анонс. Праздничные улыбки и цветы в руках. Сегодня 8 марта поздравления принимают женщины. Материнская нежность и сострадание одной женщины к сотням детей с нарушением психологического и физического развития. Сегодня в выпуске сюжет о женщине-герое. Каучук, металл и природные камни. Это ее материал для создания ювелирных изделий. Дагестанка из Санкт-Петербурга расскажет сегодня о своем творчестве. День, когда в душе весна, на лице улыбка, а в руках цветы. Сегодня 8 марта. Поздравления принимают миллионы женщин. У женщин праздник, а вот у мужчин приятные хлопоты. В Дагестане цветочные магазины штурмуют с самого утра в поисках того самого букета. Траты дагестанцев на подарки к 8 марта выросли более чем на треть. Сильнее всего увеличились расходы граждан на женские аксессуары. Традиционно в преддверии праздника мужчины выбирают для своих близких наборы косметики или парфюмерию. Очень долго выбирают, гораздо дольше, чем себе. Они очень долго выбирают девушкам, мучаются с выбором флакона, пытаются найти красивый, чтобы ей понравилось, как-то красиво оформить. И хоть по данным опроса Суперджоп, россиянки назвали самым бесполезным подарком на 8 марта цветы, практически все опрошенные нами мужчины отметили, что точно они будут дарить своим родным. Это букет цветов. Подарка будет парфюмерия и цветы. Главное внимание, а там каждый сам по себе думает, что подарить. Розы и тюльпаны. В Международный женский день именно эти цветы покупают больше всего. По словам продавцов, в праздничные дни спрос вырос почти в 10 раз, а цены где-то на 50 рублей. Если в обычный день одна роза стоила в среднем 70 рублей, то в праздничный день она будет стоить от 120 рублей и выше. Покупают цветы как мужчины, так и женщины. Дарят их женам, родителям, сестрам и родственникам. Очень много людей поздравляют женщин с 8 марта, не жалеют денег на цветы, мужчины. 8 марта проходит как всегда. Нету такого, чтобы ничего не брали. У нас здесь не только я торгую. Как видите, здесь очень много людей собираются возле нас. Большой рынок еще один получается. Рада за всех. Торговля неплохая. Всем мира и счастья. И здоровья в первую очередь. Материнская любовь и чувство сострадания. Женщина-герой Айшат Гамзаева. Она посвятила свою жизнь помощи инвалидам. Ее центр «Жизнь без слез» помогает сотням детей с нарушением психологического и физического развития. Подробнее. Дом дневного пребывания «Жизнь без слез». Здесь получает помощь 128 ребят. Они с особым развитием. Им трудно адаптироваться к нормальной жизни. Дети воспринимают мир иначе. Не как обычные люди. Основатель центра Айшат Гамзаева. Более 20 лет назад у ее ребенка выявили аутизм. Это нарушение психологического развития. Она мучилась, искала поддержки и помощи. Ей помогли только в Москве. Они тогда поняли проблемы моего сына и помогли. Он уже вырос. Взрослый, ему 36 лет. Он женат, имеет двоих детей. Он работает здесь, получил высшее образование. И я думаю, что именно это меня и подвигло на то, что мне надо было изменить вообще цель своей жизни. С 2001 года Айшат Гамзаева активно начала помогать детям с похожим диагнозом. Женщина вместе с родителями создала организацию, а затем и ассоциацию помощи инвалидам. Уже в 2009 году открыла дом дневного пребывания «Жизнь без слез». Сейчас ребятами ежедневно занимаются квалифицированные специалисты. Главное любить этих детей, понимать родителей. И все остальное само по себе. Не боялись сначала? Нет, нет. За время существования этого центра необходимую помощь получили послами у директора более 50 тысяч ребят и их родителей. Многие семьи свое спасение нашли именно здесь. Так, постоянно я занимаюсь, писаю, читаю, сразу же все делаю. Я ехожу на тренировку, такси, боксеры, я могу отжимать, приседания, предскочаю. Бенку моему уже 16 лет, девочка. 10 лет мы как здесь уже учимся. Я довольна. Здесь детей в основном занимаются адаптацией, чтобы они были социально адаптированными. Айшат Гамзаева, когда ее настигла беда, не отчаялась. И теперь призывает не отчаиваться и других женщин. Побуждает и мотивирует их не только словом, но и помогает делом. Как говорят, именно на таких женщинах мир и держится. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» открылась фотовыставка «Наследие». Экспозиция включает в себя 32 фотографии. Они посвящены историческому и культурному наследию Республики Дагестан. Это сторожевые и сигнальные башни, древние крепости и другие объекты, расположенные в живописных уголках горного края. Автор представленных работ, член Союза фотохудожников России, лауреат премии в области культуры Андрей Клюев. Данную выставку мы посвящаем столетию Республики Дагестан. Она проводится в рамках мероприятий по празднованию столетий Республики Дагестан. Каучук, металл и природные камни. Экстравагантные ювелирные изделия, достойные мировых выставок, украшают женщину-мастера, которая готова делиться своим ремеслом и наряжать прекрасную половину человечества в свои роскошные гарнитуры. О мастере, создающей арт-бижутерию вдали от родины, но вкладывающей в каждое изделие тепло дагестанского солнца, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Мне надо сейчас фиксировать. Иногда руки до мозоли доходят. Действительно, в процессе создания эксклюзивного украшения мозоли неизбежны. Вот и маникюр мастерица выбирает акцентный, чтобы он отвлекал от таких издержек профессии. Нанизывая бусины и обволакивая элементы изделия каучуком, Эльмира Абдурахманова делится, что считает особенно эффектным сочетание красного коралла, белого агата и черного каучука. Более семи лет ювелир рождает в кропотливом труде арт-бижутерию, которую высоко оценивают далеко за пределами республики. Я очень много путешествую. И куда бы я ни ездила, в том числе и в Грузию, и в Сочи, и где бы я ни была, я обязательно с собой везу мои изделия. Почему? Во-первых, я сама обожаю путешествовать в более 25 стран мира. И они тоже со мной путешествуют, они тоже наполняются энергией. Это же камни, это живая энергия. Эльмира живет в Санкт-Петербурге почти 35 лет. Создавая свой бренд вдали от родины, она все же прославляет ее. Личный логотип имеет этническое значение. Орел, парящий над вершинами, силуэт горного аула и необъятное дагестанское солнце. В идею каждого гарнитура она вкладывает смысл. Мне что дает прессованный коралл? У него очень много геометрии. И у меня коллекция получила название «Геометрия любви». Потому что красный цвет – это цвет энергии. Она дает силу, она подталкивает. По словам мастера, в коллекции есть украшения, благодаря которым можно почувствовать себя более уверенной и энергичной. Мне это пригодится в моей работе. Итак, пожалуйста. Да, вы знаете, для вас вот это изделие из коллекции «Парад планет» – вот то, что надо. Здесь волшебный агат, коралл натуральный, гагат. Так что прямо все. И к нему, конечно же, абсолютно подойдет вот такой вот браслетик. В данном случае серьги не обязательно, потому что главный акцент у нас идет на колье. Колье самодостаточное. Так, это вот замочек шарнирный. Если что, я прямо сейчас делаю по размеру. Как признается Эльмира, насмотренность мировых музеев сыграла немалую роль в формировании ювелирного вкуса. Плавность каучука, разность форм и цвета камней, навеянные порой знаменитыми картинами Ван Гога или Левитана. В этом году арт-ювелира пригласили на выставку в Махачкалу, чтобы и дагестанки не остались вдали от прекрасного. Мне вот это вот понравилось. Я сначала думала вот этот, а померила вот это, а это еще больше понравилось. Ну и главное, она ни на кого не похожа. Будет только у меня эксклюзив. Как говорится. И тем более сейчас праздник 8 марта. Я думаю, будет для себя хорошим подарком. Темпераментные, смелые и идущие в ногу со временем. Для таких женщин Эльмира будет продолжать совершенствовать свое мастерство, создавая украшения. А в ближайших планах мастера коллекция с нотками дагестанской этники. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. О спорте. Накануне двое дагестанцев одержали победу в лучшем мировом промоушене по смешанным единоборствам. Бои под эгидой UFC проходили в Америке. Ислам Махачев вышел против американца Дрю Добера. Поединок проходил под его диктовку. В третьем раунде наш спортсмен провел удушающий прием. Седьмая победа подряд приблизила Махачева к топ-10 лучших легковесов лиги. Другой наш боец Аскар Аскаров единогласным решением судей взял верх над опытным Джозефом Бенавидезом. После этой победы Дагестанец стал главным претендентом на титул чемпиона на легчайшем весе. Дагестанка Камила Ханбалаева выиграла всероссийский турнир по конькобежному спорту «Золотые коньки». Уроженка нашей республики стала лучшей на соревнованиях среди спортсменок в 13-15 лет. Отметим, что Камила Ханбалаева родилась и проживала до 2008 года в Махачкале. После чего переехала в Москву, где занимается конькобежным спортом. Всего на турнире выступили около 200 юных конькобежцев из различных субъектов страны. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего доброго. До встречи.